здравствуйте зрители трасса самара тольятти поехал по делам буду снимать если увижу что-то интересное в общем поля уже частично убраны с пашню слева это подсолнечный но не видно на обратном пути поеду будет видно поснимаю заеду сам город тольятти может увижу что-то интересную сделаю какой-нибудь маленький обзор в общем погнали пока ехали меня чуть поправили трасса вообще это федеральная трасса м5 это москва челябинск я просто выговорился сказал что самара тольятти на самом деле мы едем по м5 это федеральная трасса москва челябинск ну на сторону москвы движемся и получается у нас направление это едем к москве итальятти нас по ходу движения ну что могу сказать трасса здесь все равно не так уж загружена по сравнению потому что двухполосная а вот чуть подальше это на мосту через без там говорят просто пробки колоссальный ну и дальше сторону челябинска там везде ремонт и так скажем не такие четырехполосные дороги и вот такие ровные едем дальше буду снимать сейчас будет это знаменитый пост зеленовка все дальнебойщики знают за этот пост ничего лишнего комментировать не буду еще скажут оскорбление сотрудников полиции придут домой это знаменитый пост зеленовка при въезде в тольятти дальше еще возле гэса будет пост на самой плотине в общем проехали пост нас никто не остановил как ни странно дорога идеально летом зимой как думаешь тоже нормально так же ну вот у меня вот тут эта сеть кафешек вдоль трассы знаменитые такие как лесная седьмая миля лесная сказка мне больше нравилось останавливаться в трех медведях по если я ехал в москву либо в тольятти вот сейчас если что засниму три медведя расположение это получается после поста перед поворотом новый город тольятти там самый лучший люля кебаб делает если рекомендую мне больше всего нравится там уютно комфортно и недорого можно покушать вот эти все кафешки кто приезжает даже из самары это вот стелла уже тольятти люди фоткаться и так все таки я решил остановиться кафе три медведя самый лучший люля кебаб делают здесь рекомендую в общем вот это кафешка на трассе это от поста пару километров получается если если ехать в сторону москвы пройдем дальше вниз покажу как внутри все так скажем кусочек рая можно хорошенько охладиться посидеть такие срубовые домики все сделано вот так фонтаны и знаменитые это получается орел с водопадом в основном многие фотографии кто в инстаграм выкладывает youtube вот пройдем есть также площадка для детей можно поиграть там я не знаю может и есть даже живой уголок оказывается есть там клетки стоят я не знаю может что-то есть из пройдем дальше вечерами живая музыка здесь я первый раз здесь остановился 2000 12-м году мне понравилось тогда и как я еду в сторону москвы на машине либо тольятти я обычно всегда останавливался чтобы покушать вот как-то так ну вот такие беседки виде карет сделано можно прямо здесь либо есть обычные такие беседки уличные есть также закрытые это срубовые домики вот все культурно зимой в основном срубовых домиках люди останавливаются кушают также банкетные залы большие много в общем что интересную внутри ну а самое главное что готовить здесь еду хорошую рекомендую если кто будет проезда вот такой маленький обзор может засниму что в домике вот больше все круто чисто красивые администраторы видать тут живая музыка вечером поют караоке возможно я вот вечером не бывал здесь никогда всегда днем вот такие так скажем по трассе есть уникальные места в самарской области идем на выход и поехали дальше как называются эти горы вот жигулевские горы я не знаю попробую сблизить приближение сделаю так ну это одна из каких-то фирм которая продает вазовские машины ну их просто в тольятти полно это официальных дилеров так скажем которые фирмы продают это одна из самых маленьких наверное скорее всего потому что я видел больше в общем это заезд старую часть города тольятти комсомольский район в этих краях правда редко бывал либо ночью выскакивал когда заезжал в тольятти посмотрим что тут интересного в общем старая часть города такие улочки я бы не сказал что уж узкие широкие ну если как бы узкие улицы как и в самаре и дальше едем мы в сторону автозаводского района это называется зеленая зона тут насаждение ну не видно говорят что как бы тут вас много-много дорогих домов коттеджей и соединяет зеленая зона три района это комсомольский автозаводский и центральный район от тольятти также тут зеленой зоне полно детских лагерей санаторий профилакторий от заводов ну а предприятий ну это порт поселок тот самый такие дорогие коттеджи недвижимость конечно не видно толком и слева волга но это тот профилакторий санаторий все ну все мы заехали автозаводских район тольятти видим по кольцу тут спортивных какой-то комплекс на раньше вроде музыкальной школы были сядет не ошибаюсь ну вот этот завод автоваз это главный завода управления стела она символ наверху вазовской ладья крутится так жаль что не остановился потому что по времени все прижато не успеваем вот как-то так вот такой у нас обзор на сегодня всем спасибо за просмотр в общем поехал я домой